Всё засоренное, всё ржавое, всё дрянское. Дому на побежимого 62 года. Софья Яушева только и успевает латать дыры в коммунальной квартире. Пусть нам дают новые квартиры, а это пусть сломают. Дом в списке аварийных с 2010 года. Но жильцы через суд доказали, статус получен незаслуженно. И добились того, что его вывели из программы. Собственники не согласились с условиями, на которых выгупали их квартиры. 11 тысяч за квадратный метр. Михаил Чутиков, многодетный отец, посчитал, что за новое жильё ему нужно было бы доплачивать 2,5 миллиона рублей. Он действительно старый, но мы гораздо лучше останемся здесь же, чем в долговую яму. По 3 миллиона каждый залезет. Выселяют на улицу, выбрасывают нас. И до конца своей жизни даже наши дети, внуки будут потом расплачиваться за эти квартиры. А зачем это надо, когда у нас вполне достойные квартиры? Жильцы ещё 13 домов в Казани вышли из программы переселения. Они предоставили техническое заключение, что в их доме возможен капремонт. Мергасовский же дом на улице Дзержинского, объект культурного наследия, подлежит реставрации. Но жильцов всё равно расселяют через суд. 53 семьи согласились переехать в квартиры на Гафури и в Салават-Купере. Остальные 27 отказываются уезжать из центра. Для них это стресс. Но мы, принимая решение, во-первых, мы выполняли решение, которое и ставилась задача президентом страны, Владимиром Владимировичем Путином. Соответствующие ресурсы были под это. Выделены и федеральные, и республиканские. И в аварийном жилье небезопасна жизнь. Тем, кто согласился и продал аварийный квадратный метр за 11 тысяч, а остальную часть взял в социепотеку, возможно, компенсируют разницу. Конкретных сроков пока не называют. Предполагается выделение средств из республиканского бюджета, насколько я говорю. Город выделить эти средства не имеет возможности, поскольку там права граждан, права собственности уже прекращены. За время программы улучшили свое жилищное условие более 2000 семей. Это жильцы 151 дома, которые включили в программу до 2012 года. На их расселение с бюджетов разных уровней выделили более полутора миллиардов рублей. Программа переселения из аварийного жилья в Казани завершена, но в столице остаются еще 63 ветхих дома, а это 644 семьи. Их судьба еще не решена. Нужна новая программа и помощь федерального центра. Анна Городнова, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Анна Городнова, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Казань.